В прошлом году Казахстан занял 11 место в мире из 179 стран по объему потребляемой воды на душу населения. Аналитики связывают это с низкими тарифами и отсутствием мотивации потребителей экономить живительную влагу, что в свою очередь влияет на решение проблем в системе водоснабжения. Об этом мы поговорим сегодня в передаче «Время вашего вопроса». Добрый вечер. Сегодня у нас в студии Анура Букенович Аркенов, генеральный директор ТО Батысу Арнасы. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Контакты для обратной связи указаны на экране. Звоните или пишите на WhatsApp. Этой весной из-за паводка все коммунальные службы, предприятия, услугодатели работали в усиленном режиме и проблем у нас с водоснабжением, с электричеством все-таки не было. И это несмотря на большую изношенность сетей. Как вам удалось при такой большой нагрузке все-таки справиться и благодаря чему удалось стабильно подавать воду? Ну, на сегодняшний день уже пик паводков прошел, как бы, и можно, как бы, итоги какие-то подвести. Да, в принципе, предприятие отработало в этот период без таких серьезных каких-то проблем. Это все, ну, я считаю, что это результат той работы, которая была проведена в прошлые годы. В зимний период очень большой объем работ был проведен по подготовке оборудования, технологических зданий, сооружений, которые обеспечивают водоснабжение и водоотведение города Уральск. И, ну, в принципе, вот, как бы, это все результаты того, что было сделано без серьезных каких-то отключений на длительные периоды. Мелкие у нас аварийные ситуации были, но, в принципе, они все в кратчайшие сроки были устранены. Плюс с началом паводков были проведены определенные работы, потому что у нас ряд объектов. Это водочистные сооружения, непосредственно которые расположены на берегу реки Урал. Насосные станции, у нас несколько насосных станций расположены тоже в приближной зоне Урала, Чигана. То есть там дополнительно были проведены работы по отцепке дамб, чтобы территорию не затопило оборудование, не затопило подстанции высоковольные. То есть эти работы своевременно вы провели, и как результат, в принципе, без серьезных последствий все это, этот период прошел. То есть вы тоже работали в режиме 24 на 7, да? Ну, тут, в принципе, весь город, все предприятия, не только мы, там, и энергоснабжающие, и теплоснабжающие организации были подключены, там, и спецтехника была задействована не только на наших объектах, и в целом по городу, где была необходимость. То есть мы принимали тоже активное участие, техника, люди были задействованы. И в целом это все, я считаю, что это результат, хорошо, грамотно организованной работы. Были определены те участки, где наиболее подвержено затоплению, это тот же район, там, Курени. То есть весь город видел, какие работы проведены, количество техники, которое было задействовано там. Соответственно, вот, как результат, удалось избежать таких существенных затоплений, повреждений, ущерба. Я думаю, если бы эти работы не проводились, и не были бы достаточно организованно все это сделано, то последствия были бы намного хуже, чем то, что сейчас мы на сегодняшний день имеем. Ну вот в зоне потопления, в зоне риска, да, были некоторые объекты водоснабжения? Да, у нас в первую очередь это водочистные сооружения, потому что они находятся непосредственно на берегу реки Урал. То есть, ну, несмотря на то, что даже это самая высокая точка на берегу реки, но тем не менее риск был. То есть те прогнозы, которые давали, с учетом уровня воды там в Оренбурге, на Эриклинском водохранилище, то есть прогнозы были намного хуже, то есть ждали, что вода поднимется намного больше. То есть с учетом этого и работы проводились, чтобы не допустить затопления территории комплекса очистных сооружений, насосных станций, подстанций, где у нас расположены, где у нас инженерные сети такие. То есть все, что было под угрозой затопления, там проводились усиленные работы по отсыпке, по ограждению дополнительно. То есть готовились резервные источники электроснабжения на случай, если будут какие-то отключения, тем более с учетом того, что в других областях, там тут же Северо-Казахстанская область, Кустанайская область, там у коллег были определенные проблемы с отключением электроснабжения. Тут же Петропавловск несколько суток сидел без воды, потому что высоковольтные линии электроснабжения были повреждены, затоплены. То есть здесь мы постарались максимально это все как бы упредить, предусмотреть. И в принципе совместно с коллегами, тем же запкозреком, то есть эти работы провели. То есть повезло, проскочили, да, благополучно, то есть этот период прошел. Ну с учетом вот этих паводков, которые прошли, я думаю сейчас в летний период максимально будем проводить работу, чтобы следующие паводки, следующий год, весна уже с этими проблемами минимально, чтобы они были съедены к минимуму. Но все-таки были скважины, да, некоторые затоплены в районах, например, в Акжаиксском был подвоз организован. По районам, да, источники водоснабжения где-то местами были затоплены. От нас мы отправляли спецтехнику по подвозу воды, то есть у нас специальные емкости для чистой воды, питьевой, до сих пор они в районах находятся, эта техника для обеспечения населения водой. То есть там, к сожалению, да, не смогли коллеги предотвратить затопление скважин, затопление насосных станций. Но сейчас, насколько я знаю, уже работы там по восстановлению, по дезинфекции уже заканчиваются, и в ближайшее время, я думаю, все будет нормализовано. То есть опять же на этом акцентировал внимание глава региона, да, чтобы как бы не было всплеска каких-то заболеваний? Ну, все вы знаете, в соцсетях очень много распространялось информации. Фейковые, да? Да, и, к сожалению, там очень много информации такое ложное было, там, якобы там какое-то есть попадание загрязнения, там, скотомогильники якобы там размыло, все это попадает потом в систему водоснабжения, там, еще какие-то инфекции. Поэтому для предотвращения вот этого всего, Госанэпидемнадзор, там, поручение Акима области было, как бы усилить в этом направлении работу, к нам приезжал и министр здравоохранения, тоже мы по этому поводу проводили совещание, поэтому тоже проводили работы по дезинфекции, по более такому тщательному анализу за контролем качества питьевой воды, то есть на выходе мы тоже увеличивали дозу хлора, подаваемую в сеть в город, чтобы предотвратить какой-то возможный источник заражения, в принципе, как бы, ну, без последствий. То есть те анализы, которые мы вот в этот период палатков брали, в принципе, у нас по микробиологии, по другим параметрам все были в соответствии с санитарными нормами и правилами. Вот, как вы отметили, впереди большой фронт работы, да. Какова на сегодня изношенность сетей, вот что удалось в прошлом году сделать? Ну, в прошлом году у нас в рамках ремонтной программы, которая на предприятии была утверждена, это только за счет собственных средств, то есть тариф, мы заменили порядка 5 километров водопроводных сетей, это наиболее такие аварийные участки, где создавали проблему, постоянно были аварии, отключения, были жалобы на качество воды, то есть это ржавая, грязная вода шла, то есть постарались максимально вот эти участки охватить, плюс порядка где-то полутора километров канализационных коллекторов мы заменили, то есть это тоже такие самые наиболее проблемные участки. Плюс у нас где-то порядка на сумму свыше 600 миллионов тенге мы провели ремонтных работ на насосных станциях. Было приобретено и заменено оборудование насосное. В частности, то, что в эти паводки у нас относительно спокойно прошли, мы на двух основных насосных станциях заменили оборудование. Только стоимостью порядка 320 миллионов тенге мы закупались. И вот в зимний период как раз мы эти работы закончили, в феврале месяц мы уже полностью завершили эти работы. Когда большой объем воды пошел, нагрузка на канализацию городскую, тут еще неоднократно вопрос поднимали. В городе как таковая отсутствует центральная система ливневок, то есть ливневой канализации практически нет. Вся талая вода, дождевая вода, все это попадает в конечном итоге в канализацию. Соответственно, это очень большая нагрузка на оборудование, на сети. Вот это все с учетом практики прошлых лет постарались вот эти наиболее проблемные участки максимально закрыть, провести определенную работу. И в принципе результаты увидели в этом году. В этом году мы также планируем очень большой объем ремонтных работ. Уже в принципе по городу начатые работы. Я думаю, жители видят. На исцетаемых амбета сейчас перекрыт участок дороги, меняем трубу диаметром 315 миллиметров водопроводную, 1200 метров. Потому что там будет, во-первых, проводиться ремонт средней дороги, потому что дорожное покрытие уже достаточно изношенное. Поэтому по согласованию с таким городом, с отделом жилищно-коммунального хозяйства, было принято решение, прежде чем начинать ремонт дороги, привести все сети там в порядок. Там будут все колодцы, водопроводные, канализационные колодцы будут отремонтированы. И в первую очередь аварийный участок водопровода будет поменят. В целом по городу за летний период до конца августа мы планируем где-то порядка 5,5 километров водопроводных сетей поменять и где-то километров 700 канализационных коллекторов. То есть это то, что в планах. Если получится, позволит финансовая ситуация, то планируем больше поменять. Потому что износ на сегодняшний день по водопроводным сетям у нас порядка 62%, по канализации где-то 61%. То есть объем работы очень большой, надо это все делать. Кроме того, у нас в этом году вышло с экспертизы 5 крупных проектов по реконструкции инженерных сетей и зданий и сооружений. Это у нас три канализационных насосных станции. Первая КНС, 29-я КНС, это Зачиганский, который полностью откачку обеспечивает. И КНС-18А расположен в районе кольца Омега. Эти периодические проблемы, которые возникают, что там в районе ресторана «Белое солнце» выливается канализация на рельеф. Это восстанавливает то, что у нас насос станции в аварийном состоянии. Вот эта КНС-ка тоже готов в проект, экспертиза пройден, уже определена стоимость. Плюс у нас планируется, если финансирование одобрит, строительство резервного дополнительного магистрального водоода диаметром 1000 мм. Это подземного водозабора, украинское месторождение подземных вод, в сторону Трёкина насосная станция расположена. И модернизация насосной станции подземного водозабора. Общая стоимость всех этих пяти проектов порядка 35 миллиардов тенге. То есть финансирование по этим проектам будет, скорее всего, республиканский бюджет финансировать. Поэтому мы сейчас ждем, как бы, ну, одобрения, подтверждения будут выделяться средства на эти работы. Либо, может быть, скорее всего, в свете вот этих проблем, паводки. Сейчас очень большие работы планируются по восстановлению, там, жилья, инфраструктуры. Поэтому, может быть, какие-то будут корректировки, может быть, какие-то части работ будут отложены на следующий год. Ну, Аким пообещал, что примет активное участие, чтобы средства на вот эти работы были в первую очередь выделялись. Потому что это все, ну, опять же, инфраструктура города. И для прохождения, допустим, следующего паводка, те же реконструкции КНС, она очень, вопрос очень такой важный, серьезный. Стоит очень остро. То есть планы у вас большие, но зависят от финансирования. Ну, все это средства, средства немаленькие, с учетом того, что за прошлые годы все это было немножко упущено. По-хорошему эти работы надо было проводить еще, как минимум, лет 10-15 назад. С учетом состояния, с учетом того, когда это все строилось, когда вводилось в эксплуатацию. Но раз так ситуация сложилась, поэтому надо сейчас максимально это все ускорять, делать. Плюс у нас с прошлого года две основные насосные станции канализационные. Это вторая насосная станция, расположенная на набережной реки Чиган в районе Цона. Я думаю, там весь житель города проезжает, видит там, какие там работы ведутся. Достаточно серьезная большая насосная станция, порядка где-то 60% перекачки источных вод. Эту нагрузки ложится именно на эту насосную станцию. И у нас КНС номер 3. Она расположена во дворах Курмагазы, Абая. Там находится тоже где-то в июле-август месяц. Подрядчики обещают уже работу закончить и вводить в эксплуатацию. Я думаю, с вводом вот этих двух насосных станций в эксплуатацию ситуация намного улучшится в городе. Именно с отведением источных вод. Соответственно, если с канализацией проблем не будет, то и меньше будет отключения холодного водоснабжения, и дискомфорта жителям будем меньше приносить. Все-таки здесь еще есть проблема человеческого фактора. Все-таки изношенность, это все понятно. Но иногда и сами жители забивают канализацию. Вот об этом несколько слов. Есть возможность обратиться к телезрителям? Неоднократно мы у себя и в соцсетях, и в инстаграм-страницах, и в фейсбуке выкладываем результаты, можно сказать, жизнедеятельности жителей нашего города. К сожалению, да, отношения лучше не становятся. То есть это бытовой мусор, это средства индивидуальной гиены, там памперсы, бумага туалетная, мусор бытовой бывает туда закидывают. Есть там случаи, когда там и шкуры животных закидывают, там это особенно частный сектор. Поэтому с учетом вот этого всего сейчас, допустим, при реконструкции насосной станции, мы сейчас туда постараемся закладывать специальное оборудование, то есть для очистки, для удаления, то есть специальные дробилки, которые этот мусор измельчают, соответственно, предотвращают попадание все это в оборудование. Потому что оборудование очень дорогостоящее. Чтобы просто понимали, по КНС номер 2, при общей стоимости проектов 3,2 миллиарда тенге, только стоимость оборудования 1,5 миллиарда тенге составила. То есть это все оборудование импортного производства, европейского производства, то есть достаточно качественное, с хорошей производительностью, с хорошим ресурсом. Но если с таким отношением туда будет попадать мусор и все остальное, соответственно, это оборудование тоже долго работать не будет. То есть дополнительные затраты будете делать, чтобы обезопасить? Конечно, да. Это все доп. затраты это одно, потом прошу не забывать, что это все делается в конечном итоге, потом все это удаляется, приходится сотрудникам предприятия. Все это ручная работа, соответственно, тоже сопряжена с определенными рисками, условия очень, загазованность большая, канализация, я думаю, объяснять не надо, что это такое. Поэтому убедительная просьба жителям мусор отправлять туда, куда его надо отправлять. То есть канализация это хозяйственно-бытовая, туда должны попадать только продукты, это помыться, туалетом воспользоваться и не более того. Если это все будет выполняться так, как должно быть, тогда проблем именно в системе водоотведения, водоснабжения будет намного меньше. То есть авария, отключения? Да. Мы ежедневно, у нас отдельная специальная служба, порядка 35 КНС по городу, которые ездят и производят работы по очистке, по удалению вот этих твердых бытовых отходов с системы в насосных станциях, в коллекторах. И до 20 тонн мусора вывозим каждый день. Ну, представляете, что это такое? То есть достаточно серьезные проекты, да, большая работа предстоит. Вот при реализации этих проектов, какие целевые показатели будут достигнуты, помимо того, что аварий станет меньше? Вот качество услуг, да, качество самой воды. Ну, по качеству воды, сейчас это в первую очередь реконструкция насосных станций. Там, во-первых, это замена всего оборудования, там предусмотрен комплекс очистки дополнительной воды. Я хочу, не раз уже говорил и повторно говорю, вода с насосных станций, с того же подземного водозабора, с того же комплекса водочистых сооружений выходит питьевого качества. Все загрязнение происходит у нас только в сетях водоснабжения, с учетом того, что они очень сильно изношены. Поэтому, кроме самого комплекса очистных, надо сейчас очень большую работу планируем проводить по замене сетей. Но на качестве воды, кроме наружных сетей водоснабжения, в частности, очень большую роль играет состояние подвальной разводки. Вот у нас в неделю там очень много заявок поступает, вода там грязная, с примесями, слабое давление и прочее, прочее. Отправляем специально, выезжают у нас специалисты, лаборатории. Как правило, 90% домов, там подвальная разводка вся в аварийном состоянии, потому что жилой фонд в основном с 70-80-е годы. Соответственно, за эти 40-50 лет ничего практически в подвалах не менялось. То есть люди почему-то считают, что если он себя в квартире стояк поменял, у него красивая сантехника, новые краны, то все, на этом проблема закончена. Но, к сожалению, это не так. То есть комплексно должно работать? Да. То есть кроме наружных сетей водоснабжения, которые находятся на балансе предприятий, за которые отвечаем, несем ответственность предприятия, есть еще и внутридомовые сети, которые тоже нужно в свое время приводить в порядок. Нужно с ними периодически проводить какую-то профилактику и промывку, и замену проблемных узлов. Поэтому здесь надо в комплексе подходить. Мы свою ответственность в коем случае с себя не снимаем, но вину все перекладывают только на предприятия. То есть есть объективные причины? Да. И на это надо. Есть КСК, которые очень хорошо работают в этом плане, и, в принципе, там по этим домам проблем нет. Есть очень много домов, где вообще отсутствует какая-либо форма собственности, ни УСИ, ни КСК. То есть там жители сами себе предоставлены, и, как правило, там очень запущено все это. В подвал, как правило, там никто не спускается. Сейчас начинаются только звонки, жалобы, когда начинается подвал топит, вода идет плохо, идет там грязно, и тогда, да, начинают все бегать, начинают все, ну, чтобы этого не было, надо заранее как-то все это проводить. По хозяйски относиться, да? Да, сейчас тем более начатые работы по подготовке к отопительному сезону как раз не только с отоплением, но надо и с холодным водоснабжением в подвале заниматься, надо и с канализацией тоже самое заниматься. А из каких источников у нас получает город воду? И вот по водоку он как-то повлиял, что вот воды у нас теперь будет больше? Потому что все-таки дефицит воды тоже есть такая проблема. Ну, в целом у нас по городу сейчас на сегодняшний день два источника водоснабжения. Это река Урал, то есть у нас комплекс водочистых сооружений, который воду с реки берет, очищает и в последующем подает в город. Плюс у нас уральское месторождение подземных вод. Это в сторону поселка Трекино, комплекс насосной станции, там порядка 37 у нас водозаборных склажин, оттуда осуществляется водозабор и подача воды в город. Плюс сейчас тоже уже управлением энергетики и жилищного хозяйства по Западной Константской области разработан большой проект по реконструкции Каменского группового водозабора. Это в сторону Меловых горок расположен водозабор. То есть после проведения работ по реконструкции планируется часть города, это Зачиганск, новый микрорайон Акжаик переключать на этот источник водоснабжения. То есть город фактически будет запитан с трех сторон. Три источника водоснабжения будут. То есть мы в будущем планируем обвязать эти все три источника водоснабжения так, чтобы они друг друга взаимозаменяли. На случай, если где-то будут какие-то там проблемы, ремонтные работы, аварийные вдруг отключения, один другой, чтобы мог взаимозаменять, переключаться с одному на другой. Мощность всех трех комплексов это позволяет делать. Многие коммунальные предприятия говорят о том, что решение проблем зависит от того, какой тариф. И вот что у нас вот самые низкие тарифы, в том числе на воду, в прошлом году он поднимался, мы проводили бы лицопрос, и вот были разные мнения. В том числе вот было такое, что жители говорили, вот во дворах стоят же, вот где можно воду взять, пункты такие. Они говорили, вот там стоит 15 тенге литра, а мы платим копейки, получается, по сравнению с этим за воду. И как бы кто-то был за повышение, чтобы повысилось качество, да, а кто-то был, конечно, естественно, против. Вот что удалось вам сделать, повысив тариф на предприятие? Ну, да, правильно говорить, в прошлом году в октябре месяце мы приказом агентства по регулированию с Монополем получили новый тариф, было увеличение. В первую очередь с увеличением тарифа мы повысили зарплату нашим сотрудникам. То есть, если до увеличения тарифа средняя зарплата по предприятию составляла 118 тысяч тенге, то на сегодняшний день она составляет 215 тысяч тенге. То есть, это в первую очередь производственный персонал. Ну, для примера, чтобы вы понимали, у нас слесаря, допустим, которые обслуживают канализацию тоже, систему водоотведения, то есть, аварийная бригада, которая работает, если ранее они получали в среднем где-то 150-160 тысяч, то сейчас у них зарплата порядка 300 тысяч. То есть, ну, да, то есть, это люди, которые непосредственно там, ну, руками во вредных условиях, ежедневно сталкиваются с этой работой, как бы. Поэтому, ну, это в первую очередь тариф, как бы, мы и повышали для этого, чтобы довести зарплату хотя бы более-менее до такого, ну, достойного уровня. Хотя, начнешь в тени, там, даже те же 300 тысяч тенге, которые с тестерами получают, я считаю, что это очень маленькая зарплата. С учетом того, какую работу они делают, в каких условиях это все проводится. Плюс повышение тарифа дало возможность нам сейчас увеличить немножко наш ремонтный фонд. То есть, есть возможность обновлять технику, есть возможность закупать оборудование, но, к сожалению, не в тех объемах, которые необходимы. То есть, на следующий день мы сейчас тарифную заявку готовим еще одну. Заявляться мы, скорее всего, будем, наверное, где-то в июле, в августе месяца. Ну, с учетом, сейчас надо будет подготовить соответствующий пакет документов, пройти определенные соответствующие согласования, потому что тот тариф, который даже на следующий день есть, он, к сожалению, не позволяет нам нормально, полноценно проводить ремонтные работы, обновлять производственные фонды, это техника, это оборудование, опять же, та же заработная плата. Вопросов очень-очень много. То, что касательно, вот вы говорите, проводили БЛИЦ, опрос по мнению жителей, вот те автоматы чистой воды, которые стоят, это фактически, они же берут воду, у нас же покупают. Это водопроводная вода, которую у нас вот эти юрлицы, там, ИП-шники, покупают где-то по 280 тенге за 1000 литров, а продают ее по 15 тенге за литр, то есть 15 тысяч за литр. Ну, то есть разницу, понимаете, да, о чем речь, как бы. И, ну, вполне логично, я считаю, что лучше бы платить нормальный тариф, хороший тариф предприятию, и потом, соответственно, уже требуют, чтобы вода шла качественно, нормального качества, и получать ее нормально из крана, а не ходить с баклажками, там, во дворе где-то, там, ждать, там, в очередях. Воздущую погоду. Да. Это все вода, водопроводная вода. Да, она, там, по качеству, я согласен, она лучше за счет того, что там стоит определенный комплекс, там, фильтров, очистки, но, по мне, так лучше оплатить хороший тариф, и требуется предприятие услугодателям нормальную воду, чтобы можно было спокойно открывать кран, и вода шла бы соответствующего качества. То есть повышение какой-то степени помогло вам решить проблемы, да? В том числе кадровый вопрос, который, как бы, очень остро стоял на предприятии. Вот сейчас у вас есть необходимость вакансии, вернее, вот, которую нужно закрыть. По недокомплектовым штатам, к сожалению, на сегодняшний день вопрос еще, да, открытый. У нас где-то порядка ста человек недокомплектован штат. Если, ну, это в основном все рабочие специальности, это слесаря, это газоэлектросварщики, это водители, механизаторы на спецтехнику, как бы, рабочие производственные таких специальностей. И, ну, надеюсь, ну, есть какое-то, конечно, подрежки какие-то есть, люди стали идти на предприятия. Много сейчас у нас, вот, с учетом того, что там, в Атравской области, на многих месторождениях там сейчас проекты закрывают, специалисты, как бы, стали возвращаться в город и приходят, как бы, к нам. Но все равно, там, разговаривая с людьми, допустим, с теми же механизаторами, на зарплату в 300-350 тысяч особо желания идти нету, потому что там они получали значительно больше. Тот же эскаваточек, там, минимум получают, там, 500-600 тысяч, допустим, на месторождение. У нас, к сожалению, мы такую зарплату на счетчике предложить не можем. То есть, проблем пока еще есть, да? Ну, да, к сожалению, да. Ну, вот, если по городу, по центру, да, говорите, что у нас более-менее все стабильно, все-таки, вот, у нас часто жалобы по водоснабжению бывают от жителей Зачиганска. В этом году там какие-то проекты будут реализованы? Ну, сама система водоснабжения Зачиганска устроена так, что, получается, через весь город вода через насосную станцию подается в Зачиганск. Соответственно, если какие-то ремонтные работы или какие-то аварийные отключения в городе, и, соответственно, в первую очередь Зачиганска это на себе осуществляет. Поэтому, вот, то, что там большой проект, я говорил, вот, Каменский групповый водозабор, он как раз-таки направлен на то, чтобы переключить Зачиганский, вот, новый микрорайон, который сейчас активно строят, также их переключить на свой собственный источник водоснабжения. Плюс у нас основная насосная станция ПНС номер 20, расположена на берегу реки Чиган. В этом году уже конкурс уже разыгрался, подрядчик определен, сейчас ждут они только подтверждения финансирования, то есть там реконструкция насосной станции с увеличением мощности, плюс два магистральных водовода будет тоже проложено, то есть, соответственно, по завершению этих работ уже Зачиганск будет более-менее стабильно обеспечиваться холодным водоснабжением. Плюс тут надо тоже, как бы, понимать, за последние, вот, анализирование у нас и отдел сбыта, Зачиганск потребление воды увеличилось практически в 4 раза. То есть, если раньше мы там подавали где-то в районе 2-2,5 тысячи кубов в сутки воды, то сейчас в летнее время до 10-11 тысяч кубов увеличилось потребление. Плюс сам по себе район активно застраивается, очень много сейчас жилья там, вот в этом году только на Новый Ростом несколько домов сдали, как бы, давал ключи, как бы. Все это дополнительная нагрузка на сети, на канализацию, на воду. К сожалению, ну, не успеваем мы, как бы, за строителями, поэтому вот те работы, которые сейчас, вот, проекты готовы, их надо очень быстро в ближайшее время реализовывать, чтобы нормально обеспечить людей качественной подачей воды и канализации, чтобы бесперебойно работало. Анна Рубкинович, к сожалению, у нас время ограничено. Вот последний вопрос, буквально вкратце. Задолженность населения перед вашим предприятием большая на сегодня? Порядка 150 миллионов тенге на следующий день нам жители города должны. То есть проблема имеет место? Она в целом, ну, за вот последние полтора-два года мы где-то на 70 миллионов мы ее снизили, то есть там теми работами, которые, да. Но здесь мы ограничены законодательством, то есть только в рамках закона. Там ходить выбивать деньги, как бы, там различные способы, ну, это, во-первых, противозаконно, поэтому только подача в суды, в дальнейшем уже судебные исполнители там отрабатывают. К сожалению, система тоже имеет свои определенные, да, там свои недоработки, очень много там различных нюансов. Ну, самая большая проблема, а сейчас нас сегодня вот мы сталкиваемся, допустим, собственник, имея долги, спокойно продает квартиру, при этом в договоре указывает, что он эти долги якобы сам гасит. Потом уезжает просто, и основу собственника мы эти долги взыскивать не можем. Потому что он приходит, показывает нам договор купли-продажи, и, соответственно, решением суда нам запрещают к нему какие-либо действия проводить. То есть пока во многом остается находиться на сознательность, да, наших тележителей, жителей. Ну, к сожалению, да, поэтому мы сейчас периодически выкладываем списки, ну, и то мы не имеем индивидуальные данные, как бы, публиковать, мы в целом дом указываем, общая задолженность по дому, в надежде на то, что там уже там КСК, соседи как-то тоже на своих там... Поплияют. Да, повлияют, как-то на это тоже акцент сделают. Ну, особо такого там какого-то подвижения я пока, к сожалению, не вижу в этом плане. Сейчас у нас вот, пользусь моментом, сейчас Акимом согласован, да, как бы дал он нам добро. Сейчас рассматривается вопрос по замене индивидуальных приборов учета, то есть предприятие будет менять население счетчики, счетчики нового поколения с дистанционной передачей данных, то есть там уже будем вот мы заходить уже в квартиры и на законных основаниях как бы менять это все, и в дальнейшем будет возможность уже как-то регулировать это все. То есть там уже вот эти счетчики нового поколения будут нам позволять как бы более жестче подходить к оплате и требовать свое время вот это все это. Спасибо большое за то, что приняли участие в нашем прямом эфире, ответили на все вопросы. Действующий подход водоснабжения во многом себя исчерпал, нужны более эффективные методы. Важно также найти баланс интересов между предприятиями водной отрасли и потребителями. Это была передача «Время вашего вопроса». На этом мы завершаем. До встречи в эфире. Продолжение следует...